Тем же, кто с законом не владах, рано или поздно, дорога к героям нашего следующего сюжета. Отдел по конвоированию областного УФСИН отмечает 20-летие. Подробнее Наталья Хмельева. Убежать не удалось, да оно и понятно. За 20 лет работы действия службы отточены до автоматизма. Так что подобный номер не пройдет. Сегодня выступление показательное. Осужденный, он же сотрудник конвоя, во дворе он в автозак. Задание выполнено. Ричи молодец. Служба в отделе конвоирования серьезная и опасная. Но сотрудники свою работу любят и ни о чем не жалеют. Даже пес. У нас работа и дрессировка это не муштра. Для нее это игра, для нее это весело. Если я прихожу и мы едем, выполняем служебную задачу, значит это интересно. Я получу корм, я получу игру, я получу какие-то эмоции. Но эмоции эмоциями, а главное это ответственность. Ведь за год через отдел проходит более 2,5 тысяч осужденных. Тут нужна серьезная подготовка, обучение, физическая форма, умение обращаться с оружием. Личный состав новгородского отделения 72 человека. Этот отдел единственный в области. Осуществлять конвоирование больше некому. А еще сотрудники готовы участвовать в ликвидации массовых беспорядков и борьбе с хулиганами. Правда, здесь уже нужны спецсредства. Стандартная экипировка похожа на рыцарские доспехи. Есть шлем, есть панцирь, это 12-килограммовый бронежилет. Ну а если придется идти в рукопашную, есть даже щит. Недостатка нет ни в технике, ни в кадрах. За последние три года молодежь охотно пополняет ряды конвоя. В этом помогает стабильная зарплата, соцпакет, а главное – желание носить форму и погоны. Но кое-чего все же не хватает. Может быть, каких-то материально-бытовых условий иногда. Ну и может быть, оснащением мы полностью оснащены, как спецтехникой, и вооружением, снаряжением, специальными средствами. Поэтому проблем пока с этим не возникает. Главное достижение отдела за 20 лет работы – качественное выполнение поставленных задач. Так, за плечами сотрудников не только рядовые задания, но и участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Наталья Хмелева, Савва Ушаков. Новости Новгородское областное телевидение.